В пятницу правительство решило до 6 апреля вернуть ограничения на передвижение между самоуправлениями страны. Передвижение будет ограничиваться с субботы 27 марта до 6 апреля. Сам карантин продлен до 30 апреля. Причиной нового закручивания гаек назван рост заболеваемости COVID-19, распространение британского штамма вируса и появление в Литве южноафриканской мутации, которая, предположительно, заразна даже для привитых лиц. Словом, пасхальные праздники пройдут в заперти. Как и в предыдущие разы, передвижение между городами разрешено по работе и в связи с другими неотложными причинами. Власти рассуждают также о возвращении необходимости ношения защитных масок на улице. Одной из причин ухудшения ситуации назван кризис вокруг вакцины Астразенека. Якобы именно из-за него в марте не удалось привить всех пожилых людей в возрасте 70 лет и старше. Именно такую цель в феврале ставило перед собой правительство. Дескать, пенсионеров привьем и тогда начнем смягчение. Отметим, что кризис вокруг Астразенека заполыхал только в середине марта, а прививаться жители не спешили и в феврале. При этом никакой информационной кампании власти так и не проводят, ограничиваясь низкосортными рекламными роликами на ТВ, где после прививки счастливые семьи буквально летают и безудержно улыбаются, как будто выиграли крупную сумму в лотерею. И еще одна новость. Вильнюсский епископат католической церкви временно приостанавливает мессы в присутствии верующих. К таким же мерам прибегла и Виленская епархия Православной церкви Литвы. Литовские власти на неделе своим примером укрепляли репутацию британско-шведской вакцины Астразенека. Публично перед телекамерами привились президент Гитана Снауседа, премьер Ингрида Шимонидя, спикер парламента Виктория Чмелити Нельсон, некоторые другие чиновники и политики. Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте на неделе привелась уже второй дозой. Правда, ей поставили вакцину от Pfizer. В целом в стране первой дозой вакцины привиты почти 311 тысяч человек, двумя дозами свыше 143 тысяч. Совершенно точно ясно, что массовая вакцинация в Литве провалилась. По предварительным оценкам Минздрава, она начнется разве что с июня, если к этому моменту успеют привиться все приоритетные группы. Еще недавно власти говорили о цели привить 70% всего населения к середине лета. Эту цель достигнуть уже не получится, а на этой неделе было узаконено обязательное тестирование населения. Проверяться на COVID-19 должны будут работники здравоохранения, образования, социальных услуг, фармацевты, продавцы, спортсмены и работники сферы культуры. Парикмахеры обязаны будут проверяться перед началом деятельности. Список профессий официально утвержден правительством в эту пятницу. Составлять списки работников и информировать их о проверках должен будет работодатель. Этот порядок будет действовать до тех пор, пока в стране введен карантин или экстремальное положение. Переболевшим и привившимся работникам не придется проверяться, если они предоставят доказывающие это документы. Оценщики кредитных рисков подсчитали, что в Литве на пороге банкротства оказалось каждое второе предприятие общественного питания и каждая третья гостиница, пишет деловая газета «Верслужинес». Глава группы по страхованию кредитов кредитного брокера «Аон Балтик» в Балтийских странах Дарюс Клемка отмечает, что количество банкротств в этом году значительно вырастет. В прошлом году количество банкротств не отражало реальной ситуации, поэтому в 2021 году в статистику попадут и те обанкротившиеся компании, в отношении которых реальное банкротство должно было быть объявлено еще в 2020 году. В данный момент я думаю, что значительная часть бизнес-зомби все еще перебивается от государственных субсидий до кредитов и переноса уплаты налогов. Но эта помощь когда-нибудь закончится, и это превысит число банкротств, сказал он. В Литве за год на 6% выросло количество компаний, попадающих в высшую категорию риска банкротств. Они составляют около 17% всех компаний. В парламенте Литвы прошел второй международный форум имени Калиновского, посвященный сплочению демократического общества для свободных и демократических выборов в Белоруссии. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о необходимости наращивания международного давления на Лукашенко. Позже она добавила, что не сомневается в возобновлении массовых акций протеста в соседней стране. Неработающая с 2010 года Игнолинская АЭС готовится к демонтажу реактора. Станция объявила конкурс на управление проектом и технические консультации на сумму почти в 11 миллионов евро. Демонтаж стержней реактора и обработка радиоактивных отходов будут технически сложным и дорогостоящим процессом. Технология работ будет создаваться впервые. МИД Китая в понедельник включил члена Сейма Литвы Давили Шакалене и трех литовских дипломатов в санкционный список. Пекин ввел санкции в отношении 10 европейцев как ответ на санкции Европейского Союза для китайских должностных лиц за преследование уйгурского меньшинства. В Литву готовится прийти немецкая продуктовая сеть Aldi, которая может стать главным конкурентом Лиду и также работает в сегменте низких цен. Аграрии и трудовики во вторник подписали соглашение о коалиции оппозиционных фракций. Лидером оппозиции стал Саулюс Сквернялис. Эта должность будет переходящей. Через некоторое время она перейдет представителю партии труда. Опаздывающие поставки немецких бронетранспортеров «Боксер» в ближайшее время выровняются, а все боевые машины поступят в Литву за ближайшие полгода, анонсировал на неделе глава Аминобороны Арвидас Анушаускас. Договор о приобретении 88 БМП подписан в августе позапрошлого года. Его стоимость составляет 386 миллионов евро. Это крупнейшее приобретение в истории литовской армии. «Каждый десятый курильщик в Литве курит нелегальные сигареты, а каждый четвертый не видит в этом ничего плохого», показало исследование Департамента контроля наркотиков, табака и алкоголя из Литовского университета наук о здоровье. Президент Гитана Снауседа принял участие в удаленном заседании саммита лидеров ЕС, после которого объявил, что говорить о перезагрузке отношений с Россией безответственно, поскольку ситуация в Восточной Украине не улучшается. Он также отметил, что усматривает готовность руководителя Соединенных Штатов Америки Джо Байдена открыть новую страницу в отношениях США и Евросоюза. В Вильнюсе на улице Вокичу-6 открылись двери Вильнюсского музея, а с пятницы жители могут уже посещать действительно уникальную экспозицию. На этот раз экспозиция уносит посетителя на века. От местника до музея. История одного дома. Так назвали эту выставку. Первая часть не случайна. Когда музей получил в свое пользование здание по этому адресу, работники тут же ринулись изучать. А что же тут было раньше? Удивительно, говорят сегодня сотрудники, как одно здание может рассказать о самых разных эпохах жизни города. Несколько веков тут были цехи по разделке мяса. Жили и трудились ремесленники. После это и вовсе был жилой дом. Все это и стало поводом для первой экспозиции. История Вильнюса через историю одного дома. Музей открылся в пятницу, но из-за пандемии и усиления ограничений неизвестно, сколько времени он проработает. Так что не упустите возможность! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!